Сынок, ты там где? В школу опоздаешь! Всё, я готов, я пошёл. Пока, мам. Подожди, подожди. А завтрак покушать? Я в школе поем. Стой. А это что такое? Это ты так в школу собрался, да? Ну да, а что? И это, по-твоему, школьная форма? Ну у нас там все такое, в футболках ярких, с принтами. А ты будешь ходить, как прилежный ученик? Сколько я тебе раз говорила? Ну, мам. Не мамкой, сейчас рубашку тебе поглажу. Я не хочу надевать эту дурацкую рубашку, она на горло давит. В смысле не хочешь? Почему всем можно нормально одеваться, а мне нельзя? А это кому это всем? Петрова, Иванова, Сидру, даже зайцев ходят так. Ну я сейчас поговорю с их мамами и с учителями, можно ли вам так ходить? И почему они позволяют ученикам ходить не в школьной форме? Сейчас я всем позвоню. У меня тут еще даже голосовые чаты есть. Ну мам, только школьный чат напиши. Алло, алло, дай Марин ванну. О, доброе утро, семья. Привет, папа. Угадайте, кому на работе дали повышение? Правильно, соседу. Так что теперь, я что у него можно в долг брать? Там, если захотим, на море поехать. Понятно. Ты что такой грустный, сын? Сколько раз тебе говорил, вот так вот надо кепку носить. Мама говорит, что я плохо выгляжу для школы. Ну, что есть, то есть. Права, мама. У меня, кстати, для тебя сюрприз. Давно тебе купил, хотела Новый год подарить. А вот, смотри, что есть. Мерч, морковь про. Смотри, какой крутой, стилевый. А мама мне еще и рюкзак морковь про подарила. Ну вот, наконец-то, хотя бы в классе тебя будут все уважать, любить. Я думаю, тебе вот это подойдет. Да, на улице похолодало, я вот это надел. Вот. Ой, ну такая теплая внутри. Пап, а ты где заказал? Как где? В этих ваших интернетах. Ты вот целый день лазишь, а не смог найти. А там в описании ссылка, унамосик.ру. Вот и заказал. А это, наверное, себе оставлю. Буду дома на праздники надевать. Ага, сейчас, секундочку. Так, что у вас тут происходит, а? Да вот, сыну нашему нормальную одежду в школу подобрал. Можно, мам? Ну, в этом, ладно, можно. И к рюкзаку подойдет. Это я ему купил. Ну и что? А я ему новых тетрадок заказала. Я перезвоню. Новые тетради? Да, сыночек. Смотри, тебе какая больше нравится? Мне обе нравятся. Можно обе возьмем с собой в школу? О, конечно, конечно. Бери, сыночек. А что это там пахнет-то? А-а-а! Ой. О, ну ты даешь, хозяйка. Да я сыну завтрак хотела приготовить. Не уйди, а? Мам, да не надо завтрака. Я в школе поем. Я уже опаздываю. Вас там неизвестно чем кормят. Так, сынок, подожди, я с тобой. Сейчас я пойду. А мне что-нибудь приготовила? Приготовила. Угощайся, любимый. А я сын поведу в школу. Мам, да я сам могу дойти. Да куда ты сам-то? Подожди меня. Да уж, спасибо. Походу, без завтрака. Мам, да я взрослый, сам могу ходить в школу. Пойдем, пойдем. Все, я готова. Это сюда. Нет, папа, весь иди. Ладно, все, давайте. Пока, папа. А я спать. Как говорится, лучше здорового сна. Только весна. Так, ну почти пришли уже. Так, так, стой, проезжая часть. Тут машины ездят. Мам, ну какая проезжая часть? Вон, школа рядом уже. Так не спорь с матерью, дай руку. Мам, да какая рука? Меня же смеют, если увидят. Ты что, маму своей стесняешься? Да ничего и не стесняешься. Дожили. Давай руку. И по сторонам смотри. Налево, направо. Да, буду смотреть, чтобы меня никто не увидел. Да все, мама, отпусти, мы уже пришли. Вот школа. Так, стой, ты иди сюда. Да что еще? Поправить тебя надо тут. Ой, прям как с иголочки-то. Да, да, мам. Можно я пойду? Подожди, а ты это, ну, носовичок взял с собой? Кого? Как чего? Носовой платок. Мам, ты чего? А что стесняться-то? Сопельки у всех бывают. А у тебя они вот как раз сейчас вот идут осень, холодно на улице. Да нормально у меня все, мам. А ты ничего не забыл? Пока, мам. Мам, ну ты при всех же. Понятно, ты меня не любишь. Да, мам, мам, стой. Ну, извини. Я жду. Так быстро растут. Мам, а ты заберешь меня сегодня или папа? Папа заберет. Все, давай. Пока. Ну, где папа? О, алло. Алло, слушай, это забери сына в 5 часов со школы. Да, 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 хорошо. А сколько сейчас? Здесь 15,5. Ну, 15 минут поспачу. Дмитриевич, да я тебе говорю, там леска не та была. Ладно, все, давай, мне сына встречать. О, а что ты здесь сидишь? Уроки, что ли, уже закончил? Ты где так долго был? Ё-ка, мам, ты что на меня бочку катишь? Давай, мать сказала быть в 5, я вот в 5 около школы. Вообще-то сейчас 7, ты на 2 часа опоздал. Ё-ка, мам, я в твои годы через весь лес один ходил. И зимой, и летом 30 километров в школу. Снега вот такие были, и медведи еще ничего не жаловался. А тебя тут, смотрите, забирают, роскошь какая. Ага. Давай быстрее. Ты можешь брякалку свою потише сделать? Хорошо. А какой передачи, комедиклуб? Папа, может, ютуб посмотрим, там новый ролик вышел. Нет такого канала, на пульте он только какой-то Netflix. И кепку, сколько раз говорил, переверни, как человек будь. Так, мальчики, пойдемте обедать. Мам, я уже поел. Без разговоров, пошли. Слушай, я что-то тоже не особо хочу. А я тебе и не предлагаю. Сынок, пойдем, хватит играть. Давай, давай, вставай. Подожди, по какой комедиклуб-то? Да хватит там свою игрушку эту играть. Ага. Так ты вообще уроки сегодня сделал? Конечно, почти все. Интересно, а когда же ты успел? Да, я на переменах между уроками все сделал. А если я сейчас скажу отцу проверить? Ладно, все, убираю. Вот, правильно. А что ты в кепке сидишь в помещении? Мне так нравится. Так, сейчас тебе полезную еду приготовим. Молочный суп. Очень полезно. Фу, гадость какая, я не хочу. Что значит не хочу? Через не хочу, значит. Так, я все-таки проголодался. Что там на обед у нас? Молочный супчик. Ой, фу, гадость какая. А вот сами тогда вставайте у плиты и готовьте. А я пойду телевизор смотреть. Может ли скажем, что просто молока налить в миску? Это не молочный суп. Да я ей 20 лет уже говорю. Пап, тогда ты что-нибудь приготовь. Я? Ну я вообще сантехника, не повар. Но что не умеет батя, а ничего, все умеет. Сейчас приготовим. Только что-нибудь вкусненькое, папа. Сейчас разберемся. Бордон Рамзи обзавидуется. Начнем со сковородки. Омлет. Любишь омлет? Ну, мам, как ты готовила? Может, у нее спросим, посоветуемся? У кого спрашивать, это она должна у нас спрашивать. Пап, это что-то на сковородке прилипло. В смысле прилипло? Это хлеб, остатки, питательные продукты, все полезно. Сейчас омлет будешь кушать. А ты уверен, что ты знаешь, как его готовить? Как говорится. Ёлки-палки. Нужно, чтобы руки из того места росли. Ну, а ты уверен? Хорошо. Красотища, конечно. Ну, два яйца хватит. Блин, скорлупка. А, ладно. Скорлупа это фосфор, кальций. А я вообще включил ее? А уроки ты сделал? Надо что проверять? Не, не надо. Мама сказала, что все нормально. А может, мы у мамы спросим? Там английский вроде остался сделать. Английский? Как говорится, let's do it cook. Неси сюда, короче, тетрадки проверю. Как, куда играю, я понесу. Какую катку? Давай, бегом. Ну, ладно. Вот, пап, держи английский, доверяй. Ага. Так. London is the capital of the Great Britain. Как переводится? Собака села на траву и лаяла. Так здесь же написано London. Это писатель такой, это фамилия. Так, дальше. Do you speak English? Yes, do it. Что, ничего не дует? Да, переводится как сквозняк. Ну да, молодец. Все правильно, вижу, знаешь. Я в школе тоже учил. Помню, даже лучше учительницы знал. Окей, of course. Шнели-шнели. Ага, да. А что там, пап, еда готова? Ух, ё. Да, готово. Давай тарелку. Иди сюда, накладай. Черпак побольше, чтобы богатырем был. Пап, а это можно есть? Нужно. Пап, а можно пополам? У тебя растущий организм. Тебе нужно питать на вещества. А у меня здесь, вон, чипсики взял. Так сказать, перебьюсь. Пап, я тоже чипсы хочу. Какая-то химия. Вон у тебя натуральный продукт. А у меня чипсики. О, ты что, включила? У меня там сейчас... Лига Чемпионов. А мне сериал. А давайте я ваше мультики включу. Так, семья, успокоились. Будем смотреть футбол. С какой отстать футбол? Мы будем смотреть. У тебя футбол каждый раз по телевизору. Ты уже достал меня. Да? Футбол, Лига Чемпионов, раз в год. А то сериал уже там 1017 серия. Там уже ничего не понятно. Там актеры 15 раз поменялись. Ой, это двуфутбол, это вообще бесполезная фигня. Скачут и скачут, скачут и скачут. А у меня про любовь сериал. Настоящую. Тихо, я комментаторов из тебя не слышу. Может, мультики включим? Стой сюда. Сириал. Ты что делаешь? Дай. О, давай, давай. Не включим. Шрафной. И, давай, бей. Вот так. Ты что? Отдай, отдай мне сериал. Отдай. Отдай ты мне. Я вообще батарейки из пульта вытащу. Я гулять. А куда без шапки-то? Блин, забили. Я с тебя гол пропустил. Все, я пошел. Стой, стой, стой. Ну что такое? Ты вот так собрался идти? Простынешь. Да, мам, там не сильно холод. Вот. Вот так вот. Давай, 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 чтобы горлышко не простудить. Мам, ну это вообще не модная штука. Зато тепло. Так никто у нас во дворе не гуляет. Еще и шафка кушает. Конечно. Ой, тепленький. Курточка. Он еще и женский. Ой, какой он женский? Ну что ты там придумываешь? Давай, курточку надевай. Ой, будешь у меня самым модным на дворе. Давай, давай, давай. Там у меня никто других не будет. Ты еще как? Ты самый здоровый будешь. Руки. Оп. Хорошо. Они мне не по размеру. Зато теплые. Давай вторую. Все, теперь я можно пойду? А самое важное? Что? Шапочка. Смотри, какая. Твоя любимая. Помнишь ее? Мам, она давно моя нелюбимая. Я ее пять лет назад уже носил. Что ты придумаешь? Ну давай, давай, одевай. Смотри, какой ты милый зайчик у меня. Ну все, иди гуляй, мой хорошенький. Ты вообще не зайчик, а Пикачу. И не вздумай снять. Я с балкона буду следить, понял? Понял. Вообще играть не умеют. А ты продолжаешь, да, свой футбол смотреть? Я из тебя вообще-то гол пропустил. У тебя в жизни только один твой футбол и телевизор твой. А про ребенка ты совсем не думаешь. Он один вообще-то гулять пошел. Может, хотя бы с сыном время бы провел, а? А вот пойду и проведу. Все равно первый гол пропустил. Чего? Ничего. Давай, давай, быстрее. Ой, я пока посижу, сериальчик посмотрю. Все чипсы съела. Я не понял, где все мои теплые вещи? Ну, сыну отдала. Ничего с тобой не будет. Блин, и так уж и холодно на улице. Зачем мне это вообще нужно? Шеф этот дурякский. Ну хорошо, что ребят сегодня никого нет. А то опозорился бы. Егорыч, я так и не понял, будешь мою шестерку покупать или нет? Ай, ладно, все понятно с тобой. О, сына! Йокаламане, я не понял. Ну что, вода в уши залилась. Ты что так буглаешь? Ну ты даешь, малой, ёкаламане. Я тебе там кричу, а ты ничего не слышишь. Да в этой шапке просто не слышно ничего. Мам заставила надеть. А это что вообще такое? Это Пикачу. Кого качу? Пикачу. Животное такое, молнией бьет. Ну он еще вот так разговаривает. Пика, пика. Вас чему в школе учат? Давай так больше не делай. Сними ее нафиг, эту ерунду. О, надо какую. О, вылитый батя. Что, правда нормально? Пусть никогда так не разворачивает. Рано тебе еще подарю. А можно я не буду надевать шапку? Конечно можно. У тебя гены мои. Мы закаленные. Нас ни один холод не берет. А ты что пришел? Ну это, ё-ка у меня давно время с тобой не проводил, сынуля. Решил поиграть с тобой. На чем ты тут играешь? Пойдем вот на дельфинчик тебе покатаю. Ну это для маленьких. А ты давно большой стал. Давай садись. Ну катайся. О, а, 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 что там? Пап, ты поаккуратнее можешь? Ты что, группироваться что ли не умеешь? Молодость вообще сальто мог сделать. Сейчас могу, пусть покажу. Пап, пап, не надо. Ты же в прошлый раз показывал на Новый год. Ты потом еще две недели ходил, хромал. Это я делал вид, что хромал. Сына, помнишь, космонавтом хотел стать? Не хотел. Как не хотел? Все детство в ней прожжал. В космос, космос ходишь. Вот сейчас мы тебе испытательный полигон устроим. Как космонавтов тренируют? Давай садись. Сейчас проверим твою выдержку к турбулентности, то есть к нагрузкам. Готов? Нет. Давай, давай, держись. Ты у меня после Гагарина будешь вторым по списку. Как там Гагарин говорил? Полетели. Не хочу. Опа, на звезду. Ну что ты, космонавт? Ну негоден. Все нормально, живой. Только что-то это, ногу ушиб, видимо. Это ты в школе не будешь. И сейчас на меня свалишь. Да не, серьезно, видимо, ушиб. Надо пойти маме показать. Так, ты что, ушиб девчонка, что ли? Шраму украшают мужчину. Так что давай, маме ничего не скажем. Скажем, что в школе на физре. Обнять споткнулся. Ладно. Это что такое? Да так, царапина небольшая. Какая еще? Сыночек. Сейчас, сейчас я быстренько. Нормально все, мам. Это все ты не доглядел, а? Вот знала, что нельзя тебе ребенка доверять, а? А я-то что? Сына, скажи. Папа не виноват. Держись, сыночек мой. Мам, да тут реально ничего такого. И я говорю ничего такого. Это ты где? Наверное, на физкультуре? Да, на физкультуре. Мам, тут вообще маленькая царапинка. Ты только посмотри. Да какая же царапинка? Это целая рана. Так, больно? Нет. А теперь? Ай, больно. Прости. А чем ты давила? Что ты ему панику тут навела? Хочешь, в скорую еще вызови. Тебе вообще ничего нельзя доверить. Иди отсюда. Нормально, да, сыночек? Нормально, мам? Сейчас замотаем. Зачем заматывать? Не надо. Как не надо? Надо. Чтобы это, дальше инфекция не пошла. Все нормально. Ай, чик. Ты еще и заболел. Сейчас я тебе чаечек сделаю. Будем тебя лечить. А в школу надо будет идти? Какая еще школа? Неделю будешь в дом сидеть. Да, я заболел. Даже думаю, неделя-две. Мне кажется, у меня температура. Сыночка, сейчас все будет с тобой хорошо. Так, иди сюда. Пойдем, пойдем, пойдем. Что надо? Красота. Ты не забыл, что сегодня у нашего ребенка день рождения? Хм, конечно нет. Да, помню. Да, так не повезло. Заболел свой же день рождения. Бедный мальчик. Да, а что ты от меня отходишь? Так, я сейчас магазин за тортиком, а ты за сыном присмотри. Какой? Не надо ласточку мою починить, я же тебе говорил, машину. У нее двигатель сломался. Подождет твоя ласточка. Твоего сына день рождения сегодня. А как я на рыбалку поеду? На автобусе что ли? Ой, подождет твоя рыбалка. Вселенные месяца съездишь. Все равно сколько раз ты ездил, ни одной рыбы не поймал. Тоже мне рыбалку называть. Так я ради удовольствия. Рыба же не главное. Ага, расскажи мне тут. Все, глаз да глаз, иди за ним, лечи. Хорошо, вылечится за 5 минут сейчас. Вот. Так, сынок. Сейчас, значит, мы с тобой проведем лечение. Никуда ты сегодня не пойдешь. Короче, давай, по-быстренькому собирайся. Пойдешь, машину мне поможешь починить. Пап, я же болею. А, псих. Болеешь, не болеешь, неважно. Сейчас соляркой пропитаешься, все пройдет. Организм слабенький, тебе надо иммунитет закреплять. На улице как раз, пока морозит. Ну же, давай, собирайся. Сейчас потом все выйдет. Сейчас вылечишься быстро. Она работа, она всегда лечит. Пруд вручной. Кстати, первый урок жизни, не то, что в этой школе. Всегда с собой таскать все самое важное. Отвертку, плоскогубцы и ключ на 10. Пап, может, домой пойдем? А то холодно, а я приболевший еще. Сейчас пропитаешься маслом машинным. И сразу вылечишься. Опа. Помоги. Там заржавели. Опа, перехватывайся. Оп, пошло. Давай, я сейчас отпущу, ты держи. Ага. Держи, говорю. А, хилое поколение. О. Сейчас эту ласточку починим. И на рыбалочку завтра. Пап, если честно, я хотел сказать, что мне машины вообще не интересны. Вот, ну, не ценишь ты вообще, да, ничего доброты никакой. И это же инжектор здесь, проректор, двигатель. Так что давай сейчас разберемся с тобой. А вот это, случайно, не тот садовый шланг, который мама искала? Это, ты знаешь, внимательный хорошо. Но разговорчивый через чур. В мать пошел. На, держи. Я буду говорить, ты мне подавай. Окей. Тут, наверное, со свечами проблема. Так, а ну-ка, подай мне ключ. Держи. Ты что даешь мне? Ключ. Ключ на 10 разводной. Вообще ничего не мою. Я в твоем детстве сам эти ключи варил. Дай ключ. А кого ключ разводит? Опа, опа. Опа, опа. Так, отвертку теперь быстрее. Подсвети. Ну быстрее, тут у меня работа. Да не сюда свети, вот сюда свети. Да не здесь, да не... Вот сюда свети. Блин, отдай, ничего не можешь. Сам себе посвечу. Ну вроде подзатянул. Должно заиграть. Ай, листва осень пришла тоже на голову. Взял бы вместо того, чтобы дома в игры играть, вот листву бы у меня из-под капота убрал. Хорошо. Ой, что-то закрылось. Сынок, а где ты ключи оставил? В машине. И как я тебе их теперь достану? Ну ты даешь. Давай лезь через багажник. Опять? Не опять, а снова. Твой же косяк. Давай сюда. А вот они же ключи. Сынок, пап, как открыть дверь? Ты что, обманул меня что ли? Ну ты даешь, приколист. У меня аж ключи были. А ты что лезь-то сюда? Дверь открыть. Не, не, давай капоту сейчас газовать буду. Послушай, как двигатель работает. Вас всему учить надо. Ну что там? Пока ничего. А ну-ка, там клапан синенький есть. А мне надо меня сейчас заводить буду. Клапан синенький. А, вот вижу. Ой, извини, перепутал. Да пап, ну что это такое? Давай, давай, двигатель слушай. Завожу. Ничего пока не происходит. Что-то это, дыма много. О, фигово. Ну-ка, давай тогда подтолкни. Сейчас. Эй, а ты куда пошел-то? Как? Толкать. И куда ты меня толкать будешь? На борьбу? Иди с другой стороны. Ладно. Давай. Сына, сына. Давай в молчанку сыгаем. Кто выиграет, тот красавчик. Алло. А я надеюсь, сын дома? Конечно, дома. Лечится? Конечно. Уже здоров как бык. Ладно, все, давай, некогда, отвлекаешь. Сына красава в молчанку выиграл. Ты, наверное, иди домой, учись. А я тут сам разберусь. Спасибо. И давай маме скажем, что ты целый день дома был. Ну, как обычно. Сынок. Да, мам. С днем рождения тебя. С днем рождения, мой сынуля. С днем рождения тебя. Загадывай свое самое-самое заветное желание и туши. Ну что, загадал? Ага. Задувай. Поздравляю тебя. А теперь подарок. Это мне? Конечно, все самое лучшее тебе, мой хороший. Странно как-то. А как ты PlayStation 5 засунул в такую маленькую коробку? Ну, так это... Ладно, дай распаковать. Носки? Термо. Ну, я хотел PlayStation 5, а не носки ручной работы. А это как? Мы сходим с отцом сейчас на родительское собрание. Ужнаем твои оценки. Если они хорошие, то обязательно тебе PlayStation подарим. На родительское собрание? Угу. Понятно. Носки, кстати, мам, супер. Люблю тебя, спасибо большое. Пожалуйста, мой хорошенький. Фух. Сына еле тачку отрихтовал. Зато теперь... Опа. Ну, теперь ласточка зато летает. А что у нас за праздник сегодня? Что ты головой качаешь? Что за праздник спрашиваю? Опа. Ммм, вкусный. Ну, как же, помнишь, я тебе говорила. У нашего сына сегодня... Да я прикалываюсь. Все я знаю, все помню. Ну, сыночек, поздравляю с днем рождения. Тебе сегодня 9 лет. 10. 10! Вообще, как быстро растет. Да и за уши 10 раз. 1, 2, 5, 6. Да все, батя, хватит. Ты мне подарок приготовил или нет? Фух, подарок? Да, милый, подарок. Так как тебе 9 лет... 10. Не важно, кто... Дарю тебе завтра на моей ласточке поездку на рыбалку. Ну, тупик. Правда, я не хочу на рыбалку, я хочу PlayStation. Ты знаешь, дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят. Ой, это, на родительское собрание надо. Пойдем, давай, собирайся, одевайся. Ой, не люблю, есть родительское собрание. А то... Ну, попозже придем, мы тогда поедим. Так, сын, а ты нас сразу предупреди, чтобы мы знали, к чему быть готовыми. Что-нибудь натворил? Нет. А зачем нам вообще туда идти? Как зачем? Родительское собрание, это же самое важное, что происходит в жизни родителя. Я обязательно должна быть там вместе с твоим отцом, чтобы знать, как ты учишься, как ты себя ведешь. Я, кстати, еще кошелек не брал, так что на шторы ты в этом месте скидываешься. Я просто думал, что у меня сегодня день рождения, мы никуда в школу не пойдем. Пойдем в кафешку тортик кушать. Если у тебя будут хорошие оценки, то обязательно сходим. Кстати, папа Ловчика будет? Одноклассник от твоего. Зайцева? Да, на собрании. Должен быть. Отлично, он мне косарь должен. Так, сынок, жди здесь, мы сейчас придем. Вот тут вот, вот тут вот, стой. Ладно, давай. Давай. Вот я попал, мне детское собрание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я хочу, чтобы ты сегодня был максимально серьезен. Да серьезен, серьезен я. Самое главное, что батя Ловчика отдал, косарь. Да ты не про это думай. Твой сынок плохо себя ведет, хуже всех в классе. Оценки надо подтягивать, заниматься с ним. Ты как, отец, повлияй на него. Да поговорю я с ним, сейчас мне этот какой-нибудь применю, получит. Вот и поговори. Вот он ты так. Ничего не хочешь нам сказать? Я вас очень сильно люблю. Так ты нам, зубы, не заговаривай с отцом, а? Почему вот мы должны вот стыдиться в школе, выслушивать, как ты себя плохо ведешь? Да это не я, это все Вовчик, он меня провоцировал. Ну я честно сразу так и по... Не надо скидывать вину на других. Правильно. Сейчас домой придем и будешь целый день по домашним арестам. Неделю. Понял? А я, кстати, вот пока вас не было, я домой сбегал, полы помыл, там пропылесосил ванну помыл. И это тебе не поможет. Телевизор настроил, у тебя теперь 20 спортканалов. Молодец. А ты говорил, у него три по информатике, там учительница ничего не знает. Ты молодец, а что за каналы там? Спортивная рыбалка-ТВ, волейбол-ТВ. Но мы все равно с рук это просто так не спустим. Давай дома поговорим. Ладно. Вот что ты его потыкаешь-то? Блин, ничего не потыкаешь. Потыкаешь, я вижу. Почему я ничего не потыкаю? Потыкаешь. Мама, мне это точно нужно? Конечно, сынок, нам это очень нужно. Ты же хочешь поступить в балетную школу? Не особо. Мама знает, что лучше. Надо сейчас выучить азы, чтобы поступить в школу как раз. Давай, давай, давай. Носочки тяни, носочки. И руку выше. Ну что, как бревно держит. Давай еще раз. Так, я не понял. Это что у вас здесь такое? Я не понял. А что это у вас здесь вообще происходит? Мы с мамой в балетную школу поступаем. Да, да. Не понял. Куда? На балет, пап. Вы что, с ума что ли посходили? Это ты с ума сошел? Что ты нам мешаешь? Иди отсюда. Никакого балета не будет. Сынок, прекращай прыгать. Этим ты заниматься точно не будешь. Этим пусть девчонки и твоя мама занимаются. А ты будешь заниматься, что ты больше любишь? Бокс или борьбу? Нет, он идет на балет. Какой балет? Он будет боксером. Завтра идем в секцию по боксу. Я хочу стать Браво Старс чемпионом, киберспортсменом. Какой еще Браво Старс? А ну-ка, ручки, стоечку покажи. Ножку одну назад и телом бьешь, бьешь. Давай. Другой, другой. Быстрее, быстрее, чаще. О, туда. Видала? Так прекрати, Лёба. Не будет наш сын этим вашим боксером. Он будет балерном. Все, пойдем. Нет, он будет боксером. Нет, он будет танцевать в балете. Лучшие партии у него будут. Боксер. Балет, это все детские сады, развлечения для девчонок. А настоящие мужики должны боксом заниматься. Ну, на крайнях рыбалка. Ты его на первом же соревновании там вообще покалечит. Да стали родители все за меня решать. Я вообще-то уже взрослый, сам могу за себя решать. На улице, когда на него хулиган нападут, он что, затанцует их, по-твоему? Это что было? Сына. Сыночек. А обувь его где? Довела его. Курточка. Ушел? Конечно, ушел. Без шапочки своей, любимой. А ну-ка, давай-ка быстро за ним. Давай, давай, давай. Я вообще большой уже. И одному не страшно гулять. Сынок. Сынок, ты где? Сына. Димка. Вот я тебе говорила, говорила. Ух. И где он теперь? Ну, где-нибудь здесь, наверное. Блин, что-то кушать уже хочется. А денег-то нет. Ну что, видишь его? Не. Так ты очки надеешься. Ё-ка, Амане. Куда этот шкет намылился? Слушай, а я знаю одно место, где он точно может быть. Ты уверена? Я мать, я чувствую. Пойдем, а. Ну, Коль, чувствуешь? Как же я хочу приставку. Ой, сыночка, сыночка, нашли тебя. А ты зачем из дома-то ушел? А как, догадались, что я здесь? Я же чувствовала, что ты сюда пойдешь. Ну, к этим вот этим всяким игровым приставкам. И что, может домой? А мы насчет приставки подумаем. Домой. Я кошки хочу. Хорошо. Давай, проходи. Сыночек, ты прости нас с папой, пожалуйста. Да, прости нас, пожалуйста. Ты, если хочешь, можешь быть галеруном. Можешь быть боксером. Я хочу быть киберспортсменом. Да хоть космонавтом. Да, и мы с папой больше ругаться не будем. Обещаем. Я вас прощаю, и вы меня простите. Я обещаю, что больше не буду уходить без вас один. И вести у себя буду хорошо. А мы тебе обещаем, что если ты выполнишь свое обещание, то мы тебе купим... Приставку. Выстречен 5? Да. Ну, что мы все-таки ерунде думаем? Пойдемте, у нас же день рождения, торт. Тортик, сейчас я чайку заварю с тортиком. Эх, семья, счастливый день. Эх, семья, счастливый день. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...